здравствуйте у нас в гостях писатель станислав белковский добрый день добрый день знаете я в одном из интервью у вас прочитал что путин хочет превратить россию точнее сделать россии очень одинокой страной потому что ему очень одиноко вот это бункерное одиночество которое он пытается каким-то образом передать россии это действительно идет от психологии с ним сейчас как идет все всякий раз когда я пользовался методами политического и экономического анализа пытаясь прогнозировать действия владимира путина не всякий раз а иногда это получалось иногда нет но всякий раз когда когда действовал медленный психоанализ, это получалось. Потому что никакой человек не может быть сильнее своей психологии. И еще в 2016 году я опубликовал в издании СНОБа, впоследствии она была удалена, статью под названием «Путина довольно нервно», в которой было очень ясно сказано, что Путин обязан устроить большую войну под занавес. Потом я же сам подверг сомнению собственный прогноз, исходя из того, что Путину и его правящим элитам эта война катастрофически невыгодна. Здесь А не противоречит Б, война невыгодна, это не значит, что ее не случится. Более того, если мы ретроспективно проанализируем все прогнозы перед большими войнами в истории, мы поймем, что большая часть прогнозов была о том, что войн этих не будет. Просто потому, что они категорически противоречат интересам их участников. Особенно много таких прогнозов было перед Первой мировой войной. Ну и что же, потом эти войны все равно случались. Просто потому, что совокупность факторов, которые к ним вела, выходила далеко за рамки политической, тем более экономической, целесообразности. Так и с Путиным. Конечно, он видит в одиночестве залог, вообще приоритет для него это безопасность. Причем физическая безопасность в самом грубом и брутальном смысле слова. Это идет из детства. Из-за того, что он никогда не чувствовал себя в безопасности в ленинградских дворах Баскова-Пирюка, где он родился и вырос. Именно поэтому он пошел в секцию дзюдо. А перед этим, как он сам рассказывал, на встрече с российскими участниками паралимпийских игр, около двух лет назад, он пошел в секцию бокса. И там, в первом же бою, ему тренировочному сломали нос. Он был так унижен и раздавлен этим обстоятельством, что даже по его версии, конечно, не сказал об этом родителям. И нос сросся сам, он не пошел к врачу. После чего он пошел в секцию дзюдо, чья философия, в общем, противоположна боксу. Так и Путина. Он стремится избегать прямых столкновений. Он же гений дзюдо. Он должен использовать энергию противника против него самого, что он и пытается сделать в самых разных конфликтах и внутриполитических, и внешнеполитических своих на всем протяжении своей карьеры. Но война 24 февраля, когда он начал полномасштабную войну, это же не какое-то... Ну, это прямое столкновение. Нет. В его понимании, понимаете, он не начинал полномасштабную войну. Он не случайно назвал это спецоперацией и держится за это название до конца. Он же не называет это войной по сей день. Это запрещено называть войной всем, кроме его самого и некоторых заведомо лояльных представителей его окружения. И то смысл, который они вкладывают в слово «война», совсем не тот, который вкладываем мы. Для них война – это некая мифическая агрессия США и НАТО против РФ через территорию Украины, а не та война, которую они сами устраивали. А сами, дескать, никакой войны не устраивали. И это гениально сформулировал Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ недавно. Сказал, что мы начали спецоперацию, чтобы предотвратить войну. То есть война – это вот не то, что началось. Но ему не сломали нос. 24 февраля. Он не устраивал войну. Он рассчитывал взять под контроль Киев за три дня, Украину за пару недель. То есть в этом смысле для него полномасштабной войны никакой быть не должно было. И если бы, как он считает, Соединенные Штаты Америки эвакуировали Зеленского, президента Украины, как они и хотели, то все бы быстро и закончилось. Собрался бы украинский парламент, избрал бы Виктора Медведчука, тогда депутата этого парламента, пусть и находившегося под домашним арестом, спикером и исполняющим обязанности президента, как это было сделано симметрично в 2014 году, когда на смену Виктору Януковичу пришел Александр Турчинов. Ну и делал в шляпе. И никакой войны не было бы. То есть он считает, что это США развязали против него войну после этого в ответ на его чуть ли не мирную спецоперацию. Вот так он трактует эти события. Он пытался избежать прямого столкновения. А США ему не дали. Вот так он это трактует. И решив, что поскольку сил у них больше, заведомо больше, то все-таки надо пойти. Но он и сейчас как бы... Ведь прямого столкновения с НАТО нет. Кремль постоянно грозится и кричит, что вот там использование американских вооружений против российских войск на тех или иных территориях, а вот еще и против танкера СИК или корабля, значит, Оленигорский горняк в Новороссийске. Это уже фактически акт агрессии НАТО против РФ. Но что НАТО говорит, нет, 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 никакого прямого столкновения нет. То есть все стороны играют в поддержание, играют в иллюзию, что этого прямого столкновения действительно нет. А чувство унижения и вот этот метафорический сломанный нос, он есть после того, как не получилось с Блицкригом, не получилось с Киевом за три дня? Ну, это перманентная система эмоций, которая привела к 24 февраля. Чувство унижения со стороны Запада. Потому что изначально Путин был западником абсолютным. Он действовал в русле программы, заданной ему Борисом Ельцином в момент передачи власти, если помните, 31 декабря 1999 года знаменитая ельцинская «Берегите Россию». И он предлагал Западу самые благоприятные варианты, включая вступление РФ в НАТО. В обмен только на гарантии фактически жизненно важных интересов российских элит и их легализацию, в том числе и финансовую, на Западе. Но этого ничего не случилось. Российские элиты и он лично не стали на Западе своими. А была, наоборот, перманентная череда унижений. Например, первое унижение большое было в 2003 году, когда сорвался путинский план Приднестровского регулирования, так называемый план Казака, по имени путинского помощника Дмитрия Казака, который считался куратором его разработки и имплементации. Причем это было сделано со своим цинизмом, потому что уже была назначена дата подписания соответствующего соглашения в Кишиневе. И уже вылетел передовой борт Путина на это подписание. И в последний момент президент Молдовы-Воронин отменил, тогдашний президент Молдовы-Воронин отменил подписание, сосравшись на негативную позицию Евросоюза за сутки. Дальше оранжевая революция 2004, когда США обещали Путину, что они не будут вмешиваться и не помешают Виктору Януковичу стать президентом Украины. То, что Януковичем не стал, вернее, то, что это украинский народ, а не США, решил, что Януковичу не быть президентом, Путин, конечно, никогда не верит, поскольку он не верит ни в политическую, ни тем более в историческую субъектность народов. Он считает, что нет, от США просто его кинули, и все-таки Януковича бортанули и сделали Виктора Януковича президентом путем, опять же, незаконного переворота, по его терминологии, то есть той самой оранжевой революции Майдана-1. Потом, где только эти унижения не происходили. Арабская весна была воспринята Путином просто как личное оскорбление. Тогда, собственно, случился большой конфликт между ним и Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который во многом повлиял на то, что Медведев не остался на второй срок, поскольку еще по состоянию на, скажем, начало лета 2011 года вероятность того, что Медведев останется на второй срок, была немаленькой. Но Арабская весна подвела черту под этим вариантом, ибо образы полковника Каддафи с черенком от лопаты и то, что Россия не проголосовала против, не вынесла вета в Совете безопасности ООН в отношении вторжения в Ливию, объявления войны в Ливии, произвело на Путина неизгладимое впечатление. То есть все время кидали, все время обманывали, конечно, в Солнце уже такой апофеоз обмана и кидалова. Это был февраль 2014 года, потому что, готовясь к Олимпиаде в Сочи, которая, как мы помним, началась в мой день рождения, 7 февраля, а завершилась в день рождения отца Владимира Путина, Владимира Спиридоновича Путина, 23 февраля, Владимир Путин сделал много шагов навстречу Западу. В первую очередь связано с освобождением политзаключенных, от Михаила Ходорковского до Пусси Райд и нидерландских экологов, задержанных на платформе «Газпрома» при разломном Баренцевом море. Он как только не умасливал Запад тогда, он хотел, чтобы на фоне Сочинской Олимпиады был достигнут некий новый пакт, и Барак Обама и Ангела Меркель, тогдашние лидеры США и Германии, соответственно, получили приглашение на открытие и на закрытие Олимпийских игр, никуда они не приехали, а вместо этого просто, по версии Путина, всадили ему в спину нож, устроив очередной переворот в Киеве, причем который не был ничем продиктован, потому что типа Виктор Янукович подписал уже все бумаги о том, что через два месяца состоятся досрочные выборы, которые он, скорее всего, бы проиграл, как говорит Путин. При этом Путин умалчивает о важном обстоятельстве. Если бы Янукович остался хотя бы на два месяца, то, безусловно, он бы призвал в Россию ввести войска на территорию Украины, и дальнейший сценарий был бы совсем другим. Именно это Путина, собственно, и взбесило в особенности. Вместо того, чтобы мириться по его просьбе, Запад в очередной раз его круто и кардинально унизил. И с этого момента уже ставки на примирение не было. Ставка на то, чтобы отомстить и отплатить за эти унижения, началось с аннексии Крыма, продолжилось еще многими шагами, из которых апофеозом стала спецоперация «З» 24 февраля. Когда опять же он рассчитывал, что Запад не вмешается. А Запад проклятый вмешался. На ваш взгляд, все-таки, как ему удалось вот это искажение, собственно, искажение собственного сознания передать своему окружению? Потому что, ну, да, мы с вами говорили, что есть все-таки какие-то рациональные, есть и рациональные вещи, там, в конце концов, выгодно-невыгодно, элитам-неэлитам. Но ведь действительно, если посмотреть на путинское окружение, это же огромные деньги, которые были заморожены в различных странах, банках за пределами России, для чего им это все нужно было? Почему они не высказали свое несогласие с этой войной? Потому что они слишком зависимы от Путина. И психологически, и экономически, и политически. Они не могут пойти против него. Ну, здесь надо рассмотреть два отряда его окружения. Первое – это то окружение, которое попало под санкции еще в 2014 году. Ну, там, типа Ховальчук-Идра, Тенберге, Тимченко и так далее. Эти люди просто никак не могут отделаться от Путина, поскольку все их состояние, безусловно, создано исключительно благодаря близости к нему. А есть второй слой окружения, который попал под санкции уже в 2022 году. И вот эти люди сейчас в европейских судах пытаются бить себя в грудь и говорить, что мы все деньги заработали до Путина и без Путина. Мы ни при чем, но при этом ни один из них не отваживается осудить войну. Единственный, кто это сделал, это Олег Тиньков, которого, собственно, и вывели из-под британских санкций. Не только в результате его публичных высказаний на эту тему, но и потому, что действительно он был максимально дистанцирован от Кремля. И, пожалуй, он один из немногих, у кого действительно был крупный венчурный бизнес в АРФ. При этом, естественно, я ничего не увеличиваю. Я понимаю, что даже Тиньков был в достаточной степени связан с определенными фигурами путинского окружения, иначе его бизнес был бы просто в современный АРФ невозможен. В современной России невозможен никакой большой бизнес, который не был бы завязан на Кремль прямо или косвенно. И вот эти люди уже, так сказать, и даже эти люди против Путина пойти не могут. Ну, потому что они слишком слабые, а Путин всеобъемлющие. И они не могут отказаться от своих экономических интересов. Вот Тиньков продал банк Тиньков и ушел. Он продал его с огромным дисконтом по тайне, но зато он полностью взял все руки и оказался свободен. Вот так выйти на свободу эти люди не могут. Это их проблема. Или, так сказать, но с этой проблемой они должны справляться сами. Это в ответ на прямые вопросы журналистов сегодня, когда эти российские крупные бизнесмены жалуются на то, что они, так сказать, неправильно попали, несправедливо под западные санкции. Когда спрашивают, ну теперь-то вы осуждаете агрессивную войну? Следует ответ, что типа я далек от политики. Ну и что? Ну что с этим людьми делать? А намеки не срабатывают? Я помню, что когда только началась война, Олег Дерипаска очень показательно демонстрировал свое несогласие. Не говорил, но не аплодировал, когда Путин, например, выступал или кто-то из представителей кремлевской администрации. Он не аплодировал. Да, никто не аплодировал, только они ничего не сделали, чтобы это остановить. Даже хотя бы даже и на словах. А чем? Ну вот хорошо, я просто пытаюсь посмотреть на ситуацию. Вот есть Авин, есть Фридман, есть Дерипаска, есть еще группа олигархов, уже не олигархов, представителей крупного бизнеса. То есть Путин до сих пор настолько сильно на них давит, что они не могут выйти из-под его контроля? И хотят ли они выйти? Ну история Фридмана, он все-таки старается каким-то образом дистанцироваться от Кремля? Нет, дистанцироваться. Было ли со стороны Фридмана, хоть и публичное осуждение войны не было? И не ожидается. То есть вся аргументация их в судах европейских сходится к тому, что Евросоюз не выработал, ну или Евросоюз, или США, или Британия, не выработали критерии в санкции. Поскольку этих критериев нет, то под санкции нельзя и подводить, как минимум без превентивного судебного решения о том, что человек в чем-то виноват. В этом есть своя права и логика. И учитывая независимость судебной системы на Западе от исполнительных и законодательных властей, я не исключаю, что таким путем кому-нибудь из них удастся выйти из-под санкций. Но эти люди не пойдут против Путина никогда. То есть сейчас достаточно сказать представителю крупного российского бизнеса, я осуждаю начатую 24 февраля Владимиром Путином войну в Украине? Нет, это необходимо, но недостаточно. Понимаете, опять же, критериев нет ни как введения людей под санкции, ни вывода, ни как так и вывода из-под санкций. То есть неизвестно, что нужно сделать, чтобы выйти из-под санкций. Но я просто говорю о том, что даже в этой ситуации, как казалось бы, ну, без такого заявления нельзя даже рассчитывать на то, что вывезешь из-под санкций. Нет, никто таких заявлений не делает. Более того, многие, ну, я вам говорю, что они все равно могут выйти из-под санкций через суд, поскольку именно исходя из строго правовой логики их позиции, она там есть, если абстрагироваться от политики. В этом смысле заявление, я далек от политики, имеет физический смысл. Кроме того, они опираются на некоторые серьезные прецеденты, например, из-под санкций вышла через суд Виолетта Кировна Пригожина, это родная непосредственная мама Евгения Викторовича Пригожина, одной из самых-самых одиозных фигур путинского окружения, не так ли? Ну, это же не помешало ей выйти из-под санкций, не помешало. Или тоже через суд из-под санкций вышел Дмитрий Овсянников, если такой человек, это бывший губернатор Севастополя в 2015-2017 годах. То есть человек, который возглавлял оккупационную администрацию, это не помешало ему выйти из-за европейских санкций. В этом смысле любой Фридман, любой Авен, да, может, конечно, рассчитывать, что, поскольку они чуть лучше, чем родственники Пригожина и Дмитрия Овсянникова, то у них тоже это получится. Но, возвращаясь к вашему стартовому изначальному вопросу, это совершенно не означает, что они как-то будут колебать режим Путина, они хотят всячески избежать любого столкновения с ним. А то, что, например, в отношении Фридмана было письмо, которое подписали видные деятели российской оппозиции, в том числе, кстати, Леонид Волков, был скандал по этому поводу, это имеет значение? Никакого. А для чего это делают представители оппозиции? Ну, это политическая позиция. Скорее, может, не политическая позиция. Нет критериев санкций, поэтому нельзя вводить и санкции. Это суд может принять. Ну, видимо, они считали, что как пиар-акция это эффективно. Ну, для оппозиции вообще, понятно, что это очень раздробленная такая группа, там есть разные интересы, но тем не менее, когда Волков, ФБК и прочие подписывают письмо в отношении Фридмана, это же, ну, и видно, что это не принято и не понято их электоратом потенциально. Для чего они это делают, как вы считаете? Ну, этот вопрос надо адресовать Леониду Волкову, а не мне. Есть ли там какие-то скрытые тайные мотивы, которые привели к этому подписанию? Но то, что, безусловно, это был политически крайне сомнительный жест, да, так оно и есть. То есть это невозможно рациональным образом объяснить и оправдать. Вот если бы, скажем так, даже если бы любой из этих людей вышел и сказал, что он обязан Фридману финансово в прошлом, это было бы объяснением. Но даже такого объяснения мы не услышали. То, естественно, позволяет думать все, что угодно о мотивах подписантов. А маневрирование сейчас происходит, вот если мы берем, опять же, крупный бизнес, Абрамович, Челси, участие или неучастие в переговорных процессах по поводу Украины, военнопленных и так далее. То есть какие сейчас подводные сечения, о которых вам известно именно, и что пытаются делать? Абрамович, Роман Николаевич, на мой взгляд, полностью координирует свою активность с Путиным. Она не является антипутинской. Да, он совершает, он демонстративно участвует в некоторых проектах, чтобы показать, что он полезен для мирного регулирования и для Украины. И его основной здесь контрагент и коммуникатор – это Владимир Зеленский, президент Украины. По просьбе которого, Абрамовичу, по официальной просьбе, адресованной Джозефу Байдену, Абрамович уже не попал под американские санкции. Более того, представитель Зеленского, в частности, человек по имени Давид Арахами, это руководитель фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте, свидетельствовал в пользу Абрамовича в британском суде. То есть вот там выстроил вполне понятное партнерство, что Абрамович что-то важное делает для Украины. Например, содействует обмену военнопленными или переговорам в Стамбуле. В обмен на это Украина лоббирует ее вывод из-под санкций. При этом, поскольку Абрамович же получил гражданство Португалии, и тем самым тоже, на мой взгляд, очень неоднозначным способом, поскольку он был признан потомком португальских сефардов. Где Абрамовича, где португальские сефарды, это другой вопрос. В еврейской общине Порту, которая за него похлопотала, были обыски. С тех пор, правда, ничем это дело не кончилось, но неизвестно, чем это обернется. Но, как ни странно, это обернулось против Абрамовича в Британии. Потому что, правда, во-первых, в британском суде неожиданно, когда Абрамович заявил, что он хороший, и поэтому участвует в переговорах в Стамбуле, противоположные стороны ответили. О, так ты участвуешь в переговорах в Стамбуле, значит, ты связан с Путиным. И правильно тебя подваться. Ты кого представляешь, например, в Стамбуле? Непонятно. Но ты с санкцией Путина это делаешь, значит, ты связан с Кремлем, и поэтому базовая установка, что ты с Кремлем не связан, не работает. То есть, чтобы Абрамович не делал, это оборачиваться против него. Последний акт драмы, вернее, не последний, а последний нашей памяти. Крайний, как говорят некоторые люди. Акт драмы, это попытка высвободить деньги, полученные от продажи футбольного клуба «Челси». Пока не удалось. Два с лишним миллиарда фунтов. Абрамович назначил даже бывшего директора детского фонда «Юнисеф» Майка Пенроуза руководителем фонда, в котором находятся эти деньги. Этот ход был сделан не случайно. Потому что Абрамович сейчас еще хочет проявить себя на Ниве обмена детей. Если помните, Международный уголовный суд в Гаге выписал ордер на арест Владимира Ивановича Путина и его помощницы Марии Львовой Беловой, о том, похищение украинских детей. Этих детей по официальному реестру примерно 2500 человек. И вот там несколько есть потенциальных посредников по регулированию этого кризиса. То есть потенциальный сценарий сделки – это Путин возвращает детей в Украину. И этот процесс уже начался ползущим образом. То есть Путин уже как бы относится к этому очень толерантно и сдержанно. Он не утверждает, что он вывез детей навсегда. Он, да, просто вывезли на время конфликта, типа, чтобы обеспечить им безопасность, а скоро вернем. Потенциальный сценарий сделки – значит, Международный уголовный суд отзывает эти ордеры, а Путин возвращает детей. Один из последних возможных от папов – римский Франциск, а другой – альтернативный Роман Акадьевич Абрамович, который в том числе с помощью структур детского фонда ООН ЮНИСЕФ хочет эту сделку повернуть, тем самым доказать, что он великий гуманист и лучший друг детей мира, и все-таки, чтобы из-под санкции тем самым выйти. Но британское правительство никак не дает ему пока такой возможности, не размораживать деньги Челси, потому что неожиданно, опять же, выяснилось, что ему предлагали передать эти деньги Украине, на восстановление Украины. Что тоже для него не смертельно. Потому что он вполне может договориться с Владимиром Зеленским и командой последним о том, что там все будет восстановлено как надо, и часть их денег вернется к нему. Как минимум часть. Но даже в этой ситуации Роман Акадьевич не позволил себе, вот так он связан с Путиным и боится Путина, как и все они, пойти на такой сценарий. Нет, он начал говорить о том, что пострадали от войны все, в том числе и русские, и нужно деньги раздать всем. Это он делает потому, что он не может просто, памятную, имея в виду свои продолжающиеся и необходимые ему отношения с Путиным, просто сказать, да, я согласен на то, что эти деньги пошли на восстановление Украины. Кроме того, он так не может еще сделать перед лицом Путина, потому что это важный прецедент. Потому что тогда Великобритания, Евросоюз, США скажут, о, смотрите, ключевой российский олигарх согласился, что его арестованные деньги идут на восстановление Украины, надо так поступить и с остальными. Поэтому Абрамович с одной стороны пытается некими мегапроектами благотворительного свойства вывести себя из-под санкции, с другой стороны пойти до конца в своем отрицании войны и отношений с Путиным он, как и все остальные российские олигархи, не может. И это, конечно, всерьез ему мешает. А Путин, когда признался в том, что с его ведом и с его даже... Вагнер? Да, про детей. То есть это была некая продуманная стратегия? То есть они специально детей вывозили для того, чтобы взять их в заложники и потом начать то? Нет, нет, я думаю, нет. Просто у Путина есть какое-то болезненное отношение к детям вообще. Тема детей для него весьма проблематизированная, я бы так сказал. Он вообще считает, что дети — это сырье, с которым... Он же вообще любитель сырьевой экономики. Что это чистое сырье, из которого можно делать все, что угодно. Это пластилин. Взрослого человека сильно не поменяешь. А ребенка можно полностью отформатировать под себя. Именно поэтому к этому все перемены, которые сейчас происходят в российском образовании, которые превращаются абсолютно даже в поздние советские годы, когда я учился, такого мраковесия не было. Такое будет сейчас, где будет... Неделя начинается уроками разговора важным, где детям рассказывают о том, как проходит спецоперация Z. А еще теперь будет предмет служения. Детей будут учить служению. Вот. К чему и кому пока непонятно, но служение. Но есть что-то религиозное. Нет, нет, ну, тут скорее команда служи. Потому что вообще все больше проповедуется мысль о том, что единственная благородная цель русского человека, ну, многонационального РФ человека, умереть за Владимиром Чапусином. Ничего более достойного русский человек сделать не может за свою жизнь. Жизнь его бессмысленна, уныла, тосклива, бедна. Даже в прошлом году была прямая рекламная кампания буквально такого типа, когда показывается нищета и абсолютная беспросветность и безнадежность жизни русского человека. И тут у него появляется возможность отправиться на украинские фронта, и он становится другим человеком. Даже если погибает. Там есть была история про солдата его отца, который не мог купить колбасу. Да нет, вообще никто ничего не мог. Да, полностью там кто-то спивается. Но тут появляется возможность умереть за Путина, и начинается благодаря этому новая жизнь. Поэтому детей вообще не надо ни мармурада, ни шоколада, только маленьких детей. Нет, это не сознательно. Просто когда ордер был выписан, это действительно произвело на Путина большое впечатление. Это мера подействовала. Он не хочет никого ордера. Он не хочет бояться ареста. Он не хочет таких историй, какие сейчас случились в Южной Африке, когда ему не дали гарантии безопасности, поскольку Южная Африка признает статут международного уголовного суда, и она так и не сделала ничего, чтобы принять какой-то законодательный акт, исключающий Путина из этого. Нет. Наоборот, Министерство юстиции и ЮАР обратилось официально в Генеральную прокуратуру и ЮАР за ордером на арест. Вернее, не за ордером, а с просьбой арестовать Путина, если он пересчет южноафриканскую границу. И президент дал понятнее приезжать. Да, конечно, конечно, да. Поэтому, так сказать, вот это все ему совершенно не нужно. Кроме того, за этим ордером на Путина тянется шлейф еще огромного количества путинских партнеров и чиновников во главе с Дмитрием Медведевым, которые тоже были вовлечены в процедуру ввоза детей и вообще обработки детей. Поэтому эти ордеры могут быть выписаны еще на несколько десятков представителей путинского окружения, если в ближайшее время ничего не случится. Поэтому этот обмен и планируется и готовится, но технологии обмена пока до сих пор не найдены. Ну а с детьми-то что? То есть получается, что они сейчас находятся где-то в России, в каких-то лагерях у каких-то людей, и он не понимает, что с ними делать? Нет, он ждет, все, что будет какой-то сценарий. Еще один сценарий сделать это через Венгрию. Вот как сейчас они сделали пилотный проект по передаче Венгрии через Русскую Православную Церковь Московского Патриархата при содействии митрополита Будапештского РПЦМП Лавиона Алфеева, который прежде некогда был вторым лицом РПЦМП, считался преемником Патриарха Кирилла, но этот статус потерял, хотя значение своего не потерял, поскольку он отвечает за деликатные коммуникации с Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии. Вот они через Венгрию передали Украине военнопленных венгерского происхождения этнических. Это был такой странный обмен, на котором Украина типа ничего и не знала заранее. Вот они могут попытаться и детей так обменять. Но Путину нужны гарантии, что Международный уголовный суд отзовет ордер, если он отдаст детей. А, естественно, никто их гарантии дать не может, потому что только в представлении Путина судебная власть подчиняется исполнительной. Там типа Байден позвонит в Международный уголовный суд, и тот немедленно отзовет ордер. Мы же понимаем, что так не работает. А Путин не понимает, что так не работает. Именно поэтому с его точки зрения гарантии сделки нет, а пока гарантии сделки нет, сделки и не будет. А Путин, я понимаю, что мы не можем залезть в его голову, но если все-таки изучая его или попытаясь, частично может быть, он вообще чувствует, что он контролирует ситуацию, потому что Международный уголовный суд, ситуация на фронте, Вагнер и Пригожин, которые вдруг в какой-то момент пошли на Москву, то есть выглядит со стороны, что он уже не может контролировать то, что происходит вокруг. Нет, он всегда фанат контроля, контроль-фрик, поскольку для него контроль – это необходимая гарантия той самой безопасности, о которой мы говорили прежде, а физическая безопасность для него – это приоритет приоритетов. Это номер один. Даже номер ноль, я бы сказал. Да, он боится потерять контроль в любой ситуации, поэтому пытается его остановить. В этом смысле мятеж Вагнера его глубоко перепахал. Именно поэтому он пошел на унизительную сделку с Евгением Пригожиным при посредничестве весьма нелюбимого Путиным Александра Лукашенко. И это тоже было унизительным для российского президента, что посредником в этой сделке является Лукашенко. Сделал было ничего нельзя. Избежать этого унижения он не смог, потому что иначе он не смог восстановить контроль на ситуацию. Он реально очень испугался. Он бежал из Москвы в первые часы мятежа и отправился вовсе не на праздник алых парусов, как потом рассказывали всякие байки. Ну, это специально байка рассказывает, чтобы подчеркнуть, как Путин невозмутим. Они вместе с Саминими были. У него мятеж, да. У него мятеж, он отправляется, значит, на праздник алых парусов Петербург. Нет, нет, нет. И там находился. Вот, поэтому он, ну, везде, где у него возникает прокол, он пытается восстановить контроль. Что же касается ордера международного угла суда, но это не находится в его зоне легитимного контроля, правильно? Поэтому здесь он раздосадован этим и хочет это исправить. Но он не видит в этом утраты контроля над ситуацией. С Пригожиным. Вопрос, который многие задают. Почему Пригожин еще жив? Что мешает Путину его устранить после того унижения, которое он пережил? А это было видно, когда он вышел и говорил про удар. В спину, и Путин был растерян и испуган. Это, в общем, было видно невооруженным взглядом. Пригожин жив? Для чего ему нужен Евгений Пригожин? Почему он оставил его в живых? Во-первых, потому что Пригожину удалось его реально запугать. А Путин боится превосходящей силы. Во-вторых, это блюдо, которое подают холодно. Мы не знаем, что и когда случится с Пригожиным. Не обязательно должно было случиться сразу. Сейчас просто у Путина нет ресурсов, чтобы решить эту проблему. Но, в-третьих, и в-главных, Пригожин очень нужен ему для Африки. Для воздействия на Африку. Поскольку вся конструкция российского влияния на ряд африканских стран во многом строится лично на Евгении Пригожине. Изменить его пока в этом качестве нельзя. Неслучайно Евгений Викторович лично появился на саммите России-Африка в Петербурге на прошлой неделе, что многим воспринялось несколько стран. Человек только что мятеж устроил, а тут приходит уже на саммит России-Африка. Ну, а не унизительным ли был, простите, рассказ самого лично Путина, которого за язык никто не тянул, корреспонденту Кремлевскому, корреспонденту Коммерсанту Андрею Колесникову, о том, как они встречались с Пригожиным и Вагнарсовым в Кремле. А встречались ли? Да, да, безусловно, встречались. То есть я считаю этот рассказ вполне достоверным. Ну, где, собственно, Пригожин сказал... Но не было фотографий, не было каких-то видеосвидетельств, были только заявления. Нет, нет, ну, конечно, Путин, у него не настолько богатое воображение, чтобы это придумать. Нет, встреча, конечно, была. О ней было много слухов и до этого, просто не было доказательств и подтверждений. Но здесь слово Путина может считать доказательством. И то, что он описал, это мизансцена, когда ребята, так называемые, то есть вагнеровцы, отказались ему служить и пошли служить Пригожину дальше. Это ведь тоже до большей степени самоуничижение. Равно как и признание того, что Вагнер финансировался Российской Федерацией, опровергающие многолетние путинские утверждения, что Вагнер частная структура, не имеющая коровникового отношения. Все это, безусловно, результат огромного шока и потрясения, которое Путин пережил 24-25 июня. И от этого шока он еще не отошел. Поэтому пока он от него не отойдет, он точно не может сформулировать какую-то внятную, последовательную, прагматичную стратегию борьбы с Пригожиным. А не может ли эта история каким-то образом повлиять на его окружение? То есть Путин не так силен. И вот это... Я слышал такое мнение, что его система, его вертикаль, его режим держатся до того момента, пока его боятся больше, чем кого-то еще. Как только там, не знаю, Запада, Гаги условные начнут бояться больше, его режим пойдет прахом. Путин ведь ослаб, это видно. И в глазах его окружения, в первую очередь, он ослаб. Конечно, но все равно он остается незаменимой скрепой этой системы. Страх не единственная далеко эмоция, и не главная, которая объединяет вокруг него людей. Главная эмоция это то, что Путин всем выгоден, ему своему окружению. Так или иначе, в той или иной степени. Он гарант безопасности так или иначе своего окружения, потому что если его выдернуть из системы, то это окружение просто перестреляет друг друга. А что касается страха перед Гагой, ну вот просто, вот мы видим олигархов, которые боятся не Гаги, а уже перебоялись санкций, попав под них. Пошли ли они против Путина? Нет. Ну так что? Почему представители его окружения должны идти против Путина? Чтобы что? Чтобы получить себе Пригожина в начальнике, это гораздо страшнее. Но, тем не менее, Пригожин же это просто некий символ того, что Путин уже не является монополией на власть. Понимаете, вертикаль власти, и вот ваш покорный слуга об этом говорил два десятилетия подряд, вы можете проверить, это пропагандистский фантом. Я не считывал никогда. В России всегда существовала горизонталь власти. Есть энное количество центров власти, которые возникают там, где большие деньги стыкуются с административным ресурсом, гражданскими славами. Так было и есть, и представители путинского окружения прекрасно знают. Они не преувеличивают роли Путина в системе. Они знают, кто он. Он модератор и символ. Как модератор и символ он их на сегодняшний день устраивает. Больше, чем кто бы то ни был другой. То есть битва между башнями, условными или неусловными, она происходит сейчас в Кремле? Ну это не башни, потому что в Кремле нет никаких башен. Администрация формулирует и транслирует некую единую позицию. Это кланы. Их несколько десятков. А она происходит всегда. Это перманентное такое броуновское движение. А кланы какие сейчас доминирующие в российской власти? Многие. Ну и Ковальчуки, и Абрамович, и Ротенберги, и Тимченко, и Сечин с его Роснефтью, и оставшиеся от Ельцинской эпохи Абрамовича Фридман. Все это весьма влиятельные кланы. И Дерипаска. Это все никуда не делось. Но Сечин, кажется, ушел немного в тень. Он был гораздо более заметен до войны, а потом его из информационного пространства как будто вы... Ну и Шойгу, естественно, с Герасимом тоже отдельный клан, который замыкается на Тимченко в значительной степени. Нет, Игорь Иванович просто ушел из публичной авансцены, потому что он прекрасно понимает, что он в Суксванге. Сейчас всякое слово может быть использовано против него. Зачем ему это? Нет, он этого не хочет. Но от этого он не утратил свое влияние. И вот он, насколько я понимаю, сильно сблизился с Алексеем Дюмином, губернатором Тульской области. И не исключено, что продвигает последнего на пост министра обороны или директора ФСБ. Раньше у них был конфликт многолетний. Сечин считал Дюмина выскочкой. Ну, что, отчасти, так оно и есть, поскольку Дюмин охранник просто бывшего президента, пусть и очень доверенный. И, так сказать, блокировал его аппаратное возвышение. Но вот не все обратили внимание на маленький совершенно факт современной русской истории, двухмесячной давности, что есть футбольная команда «Арсенал Тула» для Тульской области, где находится Дюмин. Это очень важно. Тульский «Арсенал». Тульский «Арсенал». Не путать с лондонским. Да, да. Пока не путать с лондонским. Пока с арматами не сделали свое черное дело. Правда, с арматов никаких не существует, на мой взгляд. Они не стоят. Да, нам говорили специалисты. На вооружении. На вооружении – это миф. Да, да. Значит, два месяца назад произошла примечательная сделка, на которую, естественно, никто не обратил внимания, хотя в ней содержится гораздо больше информации о том, что происходит в путинском окружении, чем в огромном информационном потоке, который мы анализируем ежедневно. Тульский «Арсенал» прекратил свой спонсорский контракт с госкорпорацией Ростехнологии и заключил спонсорский контракт с компанией «Роснефть». Это значит, что Дюмин и Сечин договорились о том, что они будут дальше двигаться и играть совместно. И, собственно, Шойгу и компания этого очень опасаются, потому что, в общем, Дюмин является вполне реальным претендентом на место Шойгу, хотя на сегодняшний день Путин расценивает положение на фронтах как удовлетворительное, позитивное, о чем он и говорил Александру Лукашенко 24 июня в телефонном разговоре, когда решалась судьба мятежа. И поэтому в ближайшее время Шойгу и Герасиму он убирать не будет. Но давление на этом участке аппаратного фронта будет нарастать. Но Дюмин же увеличил свои позиции аппаратные, поскольку он сыграл определенную роль в прекращении мятежа. Он был главным переговорщиком. Да, доказательств этому нет, но, так сказать, да, есть такая версия. А на ваш взгляд, почему он активно вышел в эту историю? Для чего? То есть это был некий пиар, это попытка? Нет, потому что у него очень хорошие отношения с Пригожиным, он использовался эти отношения. А с Пригожиным у кого хорошие? И кто его поддерживает? Потому что, ну, понятно, ЧВК Вагнер, никакая не ЧВК, здесь можно, наверное, согласиться с Владимиром Путиным. Создавалась она ГРУ и Уткин из ГРУ, насколько мы знаем. Но здесь интересно другое. Почему Путин позволил Пригожину стать настолько самостоятельной фигурой? Пригожин сам себе позволил стать самостоятельной фигурой. Это связано с его психотипом и темпераментом. Путин всегда раскладывает яйца в разные корзины. У него есть формальные силовые структуры, есть силовые структуры неформальные. В этой системе очень важны неформальные силовые структуры, и плохие парни, bad guys, которых возглавляют. Это и Пригожин, это и Рамзан Ахмадович Кадыров, другой полюс этого же. С таким же успехом можно сказать, а почему Путин позволил Кадырову так усилиться? Он же позволил Кадырову так усилиться. Ну, Кадыров, наверное, никогда бы не пошел на Путина. Ну, во-первых, давайте не будем историю не терпеться слагательного наклонения, и пока не пошел на Путина. Да, потому что это совершенно другое. Это другой темперамент. Кроме того, у Кадырова нет никаких претензий на власть в общероссийском масштабе. У него есть свои задачи, которые он последовательно решает. Задача власти в Чечне никуда не делась. Потому что у Кадырова много недоброжелателей в собственном народе и в собственных элитах. И во многом он продает своему народу этот золотой дождь, который обрушивается из Москвы. Дескать, если не я, то этих гигантских плеваний в Чечню не будет. Поэтому вам придется мне подчиняться. Хотя многие чеченцы им недовольны. Но он абсолютно зависим от Владимира Путина. Второй уровень – это влияние на Северном Кавказе в целом. Третий уровень – это влияние на отдельные крупные объекты российской экономики далеко за пределами Северного Кавказа. Здесь его фронтменом выступает Руслан Байсаров, бывший зять Аллы Борисовны Пугачевой. И, наконец, четвертый уровень – это статус неформального предводителя исламской умы России и неформального переговорщика между РФ и исламским миром, в первую очередь с сунницкими монархами Персидского залива. Тоже немногие обратили внимание на очень примечательный факт, что буквально месяц назад или даже меньше Путин уволил своего бывшего представителя при организации исламской конференции Рамазана Абдулатипова, бывшего вице-премьера, и назначил на это место представителя Кадырова, его помощника ближайшего, его бывшего представителя. То есть Кадыров активно подминает под себя эту сферу. Но на всех этих четырех уровнях нет вопроса о федеральной власти в РФ. Она Кадырову не только не нужна, но и вредна. Это гигантский обуз. А Пригожин все-таки интересуется этими вопросами тоже. И в этом между ним и Кадыровым принципиальная разница. Но в путинской системе власти и силовых структур их роль примерно одинакова. То есть у Путина есть формальный контур силовой, а есть неформальный. И неформальный нужен в том числе для того, чтобы сдерживать формальный, и наоборот. Можно ли говорить о том, что Пригожин был недооценен? Повар Путина, который подавал ему блюда, соответственно, его, наверное, не воспринимали как часть именно руководящей верхушки. Была недооценка? Конечно, конечно. Я думаю, что она во многом подействовала на то, что он решил развернуться. А для чего сейчас могут использовать Вагнер? Вот они стоят в Беларуси, там несколько тысяч человек. Постоянно появляются какие-то заявления с польской стороны о том, что мы видим их передвижение, возможно, провокации и так далее. Есть ли какая-то политическая концепция их применения дальнейшего этих сил? Главное – это Африка по-прежнему. Вот сейчас есть большой расчет на то, что Вагнер поможет устоять мятежникам в Нигере. И тем самым взять под контроль... Там переворот уже случился? Переворот уже случился. И, значит, по сообщению Суши, этот пресс, подтвержденному сразу несколькими источниками, стала встреча между представителями организаторов переворота и Вагнером, и представителем Вагнера, неизвестно кем, в Мали. А Мали Бесхоун уже находится в сезоне влияния Вагнера и Пригожина. И вроде как договорились. Во всем случае, была отложена на пару дней интервенция в Нигере со стороны Нигерии и ее союзников. Уже анонсировано оно в минувший уикенд. Вот это все. И Нигер сейчас нужен Путину, безусловно, чтобы давить на Францию с помощью поставок урана из этой страны. Не только на Францию, но и на мировой рынок, поскольку все связано с атомной энергетикой. Ураном Путин очень интересует. Вообще, концерн Росатом, который не находится под санкциями, опять же, потому что некоторые страны весьма зависимы от поставок российского урана, это важное окно для Путина в мир и вообще серьезный для него очень объект, который он рассматривает в самых разных качествах и категориях. Поэтому вот Африка прежде всего. В Белоруссии скорее это дымовая завеса и попытка поиграть на польских нервах, чтобы показать, что вот все это война с НАТО и на территории НАТО, в том же Сулокском коридоре может начаться буквально с минуты на минуту. А именно в этот момент Путин должен выйти на авансцену и прекратить все. Поскольку меньшее зло в любой ситуации. Но я не думаю, что там действительно есть какие-то существенные военные планы использования Вагнера именно на польском направлении, хотя все это выгодно нынешнему руководству Польши, правящей партии «Право и справедливость» в преддверии польских общенациональных выборов в октябре, потому что, естественно, вот это создание угрозы войны с ее последующей ликвидацией, это прекрасный предвыборный ход. То есть здесь странным образом интересы Москвы и Варшавы совпадают. Но здесь же все-таки складывается впечатление, что Путин не доигрывает, потому что для того, чтобы этот блеф был полноценным, необходимо показать не только, что у тебя есть несколько тысяч человек с легким стрелковым оружием. Перед 24 февраля он собрал огромную группировку перед украинскими границами. Границами это стало не блефом, как мы потом узнали, хотя многие считали, что это именно блеф, и он играет на нервы. Может ли это восприниматься всерьез, вот эти несколько тысяч человек с автоматами? Это может восприниматься всерьез только с помощью официальной Варшавы, но поскольку правящие партии «Право и справедливость» заинтересованы в этом, то да, сама Польша может создать гипертрофированные представления о серьезности происходящего. Генералы, Суровикин пропал, никто не знает, где он. Предположительно арестован, может быть, держат где-то на какой-то отдельной даче и допрашивают. Что происходит в этом окружении и есть ли какие-то трения, расколы внутри Генштаба? Ну, внутри Министерства обороны, безусловно, есть, потому что и Суровикин, и Алексеев, замначальника группировки, замначальника ГРУ, и, так сказать, командующий воздушно-десантным войсками Теплинский, все это так или иначе внутренняя оппозиция Шойгу и Герасиму. Я не знаю, арестован ли из них кто-нибудь на самом деле. Вот говорили, достоверно доказано только, что убрали генерала Ивана Попова, командующего 58-й армии, который явно бунтовал против Герасимова и отправили в Сирию. Также известно, что был отстранен командующий тульской дивизии ВДВ Селиверстов, но его уже вернули по просьбе Дюмина и при содействии Сечина, насколько можно судить, уже вернули на занимаемую должность. Поэтому, в целом, пока формальный статус-кво будет сохраняться. Но поскольку Шойгу и Герасимов 25-го июня реально испугались, что их уберут, а испугались они потому, что их уберут, независимо от ситуации на украинских фронтах, а в связи с тем, что регулярные войска ничего не сделали для подавления мятежа, для того, что летчики отказываются принять приказы, стрелять по вагнеровцам. А вот вагнеровское ПВО не отказалось выполнить приказ сбить некоторое количество российских самолетов. И с пригожным и вагнеровцами Путин встретился, а вот с вдовами погибших Путин так и не встретился, и имена их так никому и неизвестны. Вернее, известны, но никак не прославлены в российском масштабе. Поэтому стало ясно, что регулярные войска как-то не очень лояльны. Вот здесь Шойгу и Герасимов реально опасались, что с ними что-то случится, и поэтому, в частности, буквально 25 июня развернули большую пиар-компанию против Дюмина, опасаясь, видимо, что именно он приоритетный кандидат. И в ряде СМИ, в том числе украинских, появились публикации о том, что Дюмин еще более амбициозен, чем Пригожный, вот его, если назначить министром обороны, тогда он точно Путин скоро уберет. Это была явная пиар-компания. Ну, сейчас, видимо, все успокоилось несколько, так сказать, но, конечно, для Шойгу и Герасимов очень важно аппаратно изолировать не вполне лояльных им генералов, чем они и занимаются. Но в каких они сейчас находятся позициях? То есть приходилось слышать, что Шойгу и Герасимов в опале, Шойгу и Герасимов снова возвращаются в фавор, потом опять в опале. То есть есть ли там четкое понимание, где они? О том, что они в опале, было ясно с весны прошлого года, когда Блицкейк провалился, и тогда начались две взаимные пиар-компании Минобороны против ФСБ и ФСБ против Минобороны. Кто виноват в этом провале? И, конечно, у них много оппонентов. Но, понимаете, Шойгу и Герасимов ведь не исключайные люди. Это давно вросшие в путинскую систему власти и собственности, коррупции большие бизнесмены. Этим партнером выступает в частности Геннадий Тимченко. Это долларовые миллиарды. Бизнес-бизнес. Да, это тот же Герасимов. Ну, у Шойгу вообще там бизнесов немерено. А тот же Герасимов считается крупнейшим бенефициаром компании TransInchStroy, которая официально строит метро в крупных российских городах, а не официально путинские бункеры. Поэтому, понимаете, это очень близкое нечто. Поэтому братья этих людей просто так нельзя. Особенно человек в психологии Путина, который в любом случае будет держаться до последнего за те или иные кадры, если он им по тем или иным причинам доверяет. А он им безусловно доверяет. Но сейчас, именно сейчас, видите, даже мятеж не привел к качествам ослабления их позиций, сейчас Путин доволен тем, что происходит на украинских фронтах. Потому что контрнаступление вооруженных сил Украины захлебнулось. И Путин считает, что безусловно это заслуга Шойгу и Герасимова. Зачем ему сейчас их выбирать, если он не убрировал их даже в гораздо более тяжелых ситуациях. А что известно о путинских бункерах? Много легенд, много различных допущений. То есть есть ли какое-то представление о том, что из себя представляют эти объекты и насколько их много? Ну, их, я не знаю, сколько их всего. Известно, естественно, о том, что каждая официальная резиденция сопровождается бункером. Такое известно о бункере на Валдае, в резиденции Долгие Бороды. Это неофициальная резиденция, потому что фактически этот бункер находится на частной территории, принадлежащей Ковальчукам. Известно о бункере в горе Ямантау, это в Башкирии. Известно, там недалеко от горнолыжного курорта, как он называется, я забыл, где Путин бывал неоднократно, известно о бункере в Свердловской области, в Верхней Сосердь, недалеко от Екатеринбурга. Этот бункер еще в советских времен существует и модернизировался. И известно, опять же, об абсолютно частном бункере в апарт-отеле Аркадий Роман-Чертенберге в Геленджике. О том самом? Да, да, да. Об этом известно. Сколько их еще, естественно, мне неизвестно. Но американская разведка знает, если что. Ну, конечно, знает. И даже знает, как поразить эти бункеры сверхточными ракетами, в чем у Путина нет ни малейших сомнений. Именно поэтому на финальную эскалацию с Америкой он не пойдет. То есть он не нажмет красную кнопку? Не нажмет, нет. Он будет шантажировать этим, но не нажмет, потому что в любой ситуации он должен оставаться меньшим злом. И когда Дмитрий Медведев или политолог Караганов вдруг неожиданно разражаются дикими инвективами на тему «давайте жахнем по США и Европе», это делается для того, чтобы Путин потом сказал «не-не, пока я жив, пока я в России, ничего такого не будет, поэтому берегите меня, меня берегите». Берегите, а то вот такие придут к власти, и вам будет совсем плохо. А почему решили посадить Игоря Гиркина, как вы думаете? Достал просто. Ну, сколько. То есть он перешел на некую красную линию, когда достал? Ну, кумулятивный эффект просто. Возник кумулятивный эффект. Но человек полтора года подряд сидит и мочит военное руководство страны. К тому же после мятежа Шойгу и Герасимов решили еще и зачистить и это крыло, то есть недовольных военкоров, вот этих рассерженных патриотов. Надо сказать, что недовольные военкоры, рассерженные патриоты, и вообще сразу все поняли, весь сигнал. И как только Гиркина посадили, тут же клуб рассерженных патриотов рассосался. Его знаковые фигуры типа Павла Губарева, бывшего так называемого, народного губернатора Донецкой области, и еще там нескольких заявили, да не было никакого клуба рассерженных патриотов. Все Геркин придумал, а все это полная ерунда, ничего нам это больше не нужно. Отчасти таких фрондирующих публицистов националистического толка закрыли свои профили. Я вспоминаю, что их сейчас за ними тоже придут. Потому что не нужно, нужно следовать строго в русле линии партии. Что тебе сказано, то и говори. Никакая позиция ни слева, ни справа, ни сверху, ни снизу, независимо от того, что Геркина компания призывала защитить Путина от Пригожной и так далее, не нужна. Но Путин же пытался их и задобрить, в том числе военкоров так называемых. Он их пригласил на встречу, он пил с ними чай, он рассказывал, что по нему тоже стреляли. Это, кстати, вот интересный вопрос, я хочу его тоже вам задать. Где в Путина стреляли и когда у него изменилось сознание? Есть ли у вас ответ на этот вопрос? Нет, мне кажется, он это придумал. А для чего? Ну, что показать, что мы одной крови, да, типа на фронтах, на колчакских фронтах ранен, как Галшариков. Петр Полиграфович Шариков. Но здесь вопрос, почему люди по-разному относиться к военкорам, так называемым, но там есть много людей, которые горячие точки прошли и очень много всего видели. Они работают на пропаганду, но тем не менее, они ему поверили? То есть вот это все кивали, соглашались? Для чего все это? Понимаете, потому что если ты оказался в Кремле, это значит, что ты уже урок по правилам. Они все находились на карантине 7 дней до встречи с Путином, как... Сладкор даже возмутился на эту тему, один из них. То есть они не приехали прямо с фронтов, хотя картинка делалась так, что как будто они чуть ли не прямо из-под танков вылезли и пришли в Кремль. Нет, если эти люди попали в Кремль, значит, это люди системные. Если кто-то из них предаст, то он окажется там же, где Геркин, только в лучших условиях. Сейчас же супруга Игоря Всеволча, Мирослава Регинская, хвастается тем, что Геркин-Стрелков сидит хорошо. Один-двухместный камер с холодильником и телевизором. И это вообще восхитительно. Вот, так сказать, что уже критерием успеха является то, что ты сидишь лучше, чем Навальный. А для чего, на ваш взгляд, Навального именно так сейчас прессуют? То есть чем он мешает Путину, находясь в изоляции, находясь в тюрьме, находясь в заключении? Для чего особый режим? Это демонстрация яркая того, что ты не должен претендовать на верховную власть в РФ. А то будет как с Навальным. Это сигнал в том числе и не либерал. Это сигнал всем. Конечно. Вопросы из чата, их много приходит. Спрашивают вас об Алине Кабаевой. Она снова начала появляться в информационном пространстве. Она играет какую-то роль? В политическом смысле нет. А в каком? Она может сказать Володе, не знаю, как она к нему обращается, не надо так делать? Ну, на мой взгляд, вообще, роль и значение Алины Маратовны несколько раздуты. И мне не выкидает многолетнее ощущение, что это большая операция прикрытия. Ну, хотя бы уже потому, что сейчас расследатели сообщают нам, что роман Путина и Кабаевой якобы начался в 2010 году. Ну, дорогие коллеги, давайте все-таки смотреть нелинейно. Вы говорите, что он начался в 2010, а история с газетой «Московский корреспондент» и ее закрытием из-за версии о свадьбе Путины Кабаевой была когда-нибудь? Она же была раньше. Как же он... Да, ему тоже большой привет. Значит, она была раньше. А мне сообщили впервые в этом романе, и я опубликовал это у себя в агентстве политических новостей АПН в 2003 году. Как же он начался с тем, что этот роман начинался в пропагандистском смысле на уровне утечек несколько раз. Тоже это заставляет поставить большой знак вопроса, что это означает на самом деле. Непонятно. Мне до сих пор неяснилось, существует ли этот роман. Но даже если он существует, никого политического влияния у Алины Кабаевой, безусловно, нет. А для чего Путину нужен этот пиар? Потому что если посмотреть на то, что пытается пропагандировать российская власть, это скрепы, это православие, это традиционная семья, да, здесь все очень сложно. Путин был женат, развелся на линии то ли женат, то ли не женат, есть ли отношения, нет ли отношений. Много слухов, которые, казалось бы, идут в противоречии с тем, что они пытаются... Нет, ну на официальном уровне и для широких народных масс Путин одинок и женат на России. На уровне утечек для элит он якобы имеет отношение с Кабаевой. А как оно на самом деле? Вот здесь мы ставим большой жирный знак вопроса. Но Кабаев в то же время включается в некую странную игру. Как мне кажется, вот сейчас интересно, что вы об этом думаете. Лепс, Басков, которые связаны с национальной медиагруппой, начинают предлагать по миллиону рублей за подбитые леопарды, танки в Украине. Явно деньги не свои. Явно это идет от национальной медиагруппы. Там, по крайней мере, формально Алина Кабаева является главным. Это как-то все взаимосвязано? Нет, с Алиной Кабаевой никак. Национальная медиагруппа — это собственность ковальчуков. Если кто-то принимает там решение, то ковальчуки, а не Алина Марата Накабаева, которая чисто представительская фигура. В конце концов, я же не знаю, откуда деньги идут у Лепса и Баскова. Понимаете, что такое полтора миллиона рублей? Ну, это маленькая часть гонорара того и другого за один концерт. Хотите выпить кофе для ковальчуков? Ну, то есть я не считаю, что это такая сумма, чтобы они обязательно должны были получить ее со стороны. Просто поскольку им нечего терять, и они неотъемлемая часть путинской системы, а за пределами этой системы найти себя не смогут, ну, почему бы им и так еще не выступить? Здесь вот мы переходим к теме культурного десанта. Насколько вообще Кремль интересуется этой темой пропагандистской с точки зрения деятелей культуры? У них явно не очень хорошо все со скамейкой. То есть крупные звезды, они либо отказались, либо молчат, либо уехали и выступают с другой стороны. То, что есть, то есть. Это заботит их все-таки, как пиар-сопровождение? Конечно, заботит, но не в главном. Все-таки главное для них – это возможности коррупции, самые широкомасштабные, в том числе и на Западе. И поэтому Путин, многолетний опыт коррумпирования тех или иных западных чиновников, политиков, общественных деятелей, собственно, и привел Путину к мысли, что Запад ничего не сделает против него в контексте украинской войны. С Западом можно разобраться на коррупционной основе. Ну, пиар-дан, у них всегда есть какая-то скамейка запасных, так или иначе, на которую они посадили даже Сергея Шнурова, который очень недавно невозможно было себе представить в этой роли. Поэтому какой-то пакет, критическая масса артистов, необходимых и достаточных для многонационального РФ народа у них есть. А то, что Алла Пугачева на другой стороне, это не болезненно для них, это все-таки символ? Путин почему-то давно находился в плохих отношениях с Пугачевой, много лет. Я не могу точно сказать, на чем это построено, это могло быть построено на неосторожных высказываниях Аллы Борисовны, которые там кем-то передавались. Или просто на том, что Путин не любит таких независимых людей, которые не заглядывают ему в глаза с выражением собачьей преданности. Или с чем-то еще. Понимаете, вот, условно говоря, там Путин любит семью Райкиных, потому что первая ночь после знакомства с Людмилой Александровной Шкребневой, тогда еще его невестой, его подругой, они пошли на концерт Аркадия Райкина. Это может быть масса личных нюансов. Но доказанным фактом является то, что Путин активно и давно не любит Пугачеву. И вне какой бы ни было связи с войной, нынешними событиями. Это длится десятилетие. Не случайно поэтому Пугачева, несмотря на то, что она главная мегазвезда русской поп-культуры, она так и не получила орден заслуги периодичного первой степени, который получили все. Ельцин дал орден заслуги периодичного второй степени в 99-м году. А потом Медведев, будучи президентом на следующий юбилей, в 2009-м, дал орден третьей степени, который она чуть было не бросила на пол в деревьевском кабинете. Это была прямая трансляция. Медведев дает ей орден третьей степени, при том, что у него уже есть второй от Ельцина. Она так смотрит и говорит, а это у меня уже есть. Вот такое у него было. Такое у меня уже есть. Поэтому это какой-то старый конфликт. То есть это не просто реакция Аллы Борисовны на войну. Это просто, опять же, накопление ее противоречий с Кремлем. Но это может внести раскол в общество, потому что Алла Пугачева, главная звезда позднего Советского Союза и Российской Федерации, кто бы как к ней не относился, но это фигура. То есть или Путину удается как-то снизить ее влияние? Это не может внести раскол в общество, потому что нет общества в России. Россия предельно атомизирована. Это ее главная проблема. Каждый играет строго за себя. В России нет никакого энтузиазма по поводу войны. Никакого. Но нет никакого энтузиазма по поводу сопротивления войне. Когда мобилизация касается непосредственно тебя, ты пытаешься сбежать. Но никакого движения против войны ты устраивать не будешь. Точно так же, как вся Россия была против повышения пенсионного возраста. И что? Мы видели хоть какие-нибудь масштабные выступления против этого повышения? Нет, не видели. Поэтому в этом смысле совершенно не... Путин... Эта атомизация изначально возникла еще в конце 80-х годов XX века. Как отрыжка, как реакция на тоталитарный коллективизм советских времен. А потом, еще и уже начиная с ельцинских времен, это культивировалось сознательно власти. Поскольку она власть понимала, что чем больше общество атомизировано, тем меньше можно ожидать от него каких-то массовых оппозиционных реакций. Ну вот Путин этого и добился. Поэтому он не боится Пугачева. Вопросы из нашего телеграмма. Начну их засчитывать. Спрашивают, Елена, у вас верит ли Станислав Александрович, что сможет вернуться в Россию? Ну, верю я только в Господа Бога. Я надеюсь вернуться в Россию, но никаких жизненных сценариев с этим связанных не строю. То есть, если я вернусь в Россию, это будет у меня большой бонус. Но по умолчанию я считаю, что я тогда не вернусь. Андрей, продолжение темы, кстати. Здравствуйте, Станислав. Вы как-то говорили, что верите в Бога и даже исповедуете Его в православной традиции. Вы чувствуете Его присутствие? Вам помогает это в жизни? Как это происходит? Расскажите, пожалуйста, и нет ли у вас ощущения, что Бог един для всех традиций? Безусловно, Бог един для всех традиций. Присутствие Его ощущаю постоянно каждый день. Но я думаю, что для подробного изложения всего этого у нас сейчас нет ни времени, да и места этому не приличествует. Димитр спрашивает вас. Станислав, что из себя представляет собой концепция российско-африканская империя, которую вы упомянули в эфире у Марка Фейгина? Насколько она реально и может быть воплощена в жизнь? Это сатирическая концепция, которую я придумал год назад и публично анонсировал. Публично рассказал о ней 4 августа 2022 года в моем эфире на канале «Живой гвоздь». Просто она неожиданно как будто бы воплощается в жизнь. То есть сатира становится жизнью. Но в моей доктрии это был запасной аэродром для Путина. Он мог стать императором афророссийским и тем самым покинуть Российскую Федерацию, оставив ее навсегда. Я не думаю, что такая концепция может быть воплощена в реальности. На то, что Путин хочет подмять под себя несколько важных стран Центральной Африки. И уже достиг на этом пути определенных успехов. И Евгений Пригожин играет в этом ключевую роль, безусловно. Ираида спрашивает вас. Саудовская Аравия и мирные переговоры. Не кажется ли вам, что саудиты предложат экономически задавить Россию, увеличивая добычу нефти и перетянув Индию и Китай в свою сторону? Я не думаю, что у саудитов есть задача задавить Россию. Саудиты хотят стать отдельным центром влияния в мире. И это отвечает амбициям их ключевой фигуры, наследного принца и премьера-министра Мохаммеда бен Сальмана, который, вероятно, вскоре станет королем. Ну, конечно, дай бог его отцу до 120, который фактически уже давно устранился от управления страной. Поэтому для Мохаммеда бен Сальмана это, скорее, престижный проект саммит в жите. Там собрались представители то ли 40, то ли 42 стран по разным версиям, что Саудовская Аравия сама внесла мирный план. И поэтому она будет дальше интриговать, что удалось Китай, наконец, привлечь к этому обсуждению. Там, где нет России, тем самым Китай показал, что он заинтересован в мирном процессе, независимо от того, участвует в этом обсуждении РФ или нет. Но на какой-то, опять же, масштабный конфликт СРФ Саудовская Аравия не пойдет. Она всегда будет где-то между струйками, ближе, безусловно, к противоположному стороне, но не вступая в прямые противоречия с Кремлем. Андрей спрашивает. Станислав Александрович, в свое время в интернете вам приписывали авторство идеологии русской национал-демократии. Как вы относитесь к таким обвинениям? И существует ли сейчас на территории России легальный национал-демократический организм? Это не обвинение, а комплимент. Он в кавычках написал. Так оно и есть. Я был активным соучастником разработки идеологии русской национал-демократии, имея в виду, что на смену империи должно прийти национальное государство. А идеология национал-демократии – это и есть идеология национального государства. И этой идеологии следовали многие, включая Алексея Анатольевича Навального. Не в смысле, что я предложил Навальному идеологию. Нет. Он так же, как и я, является носителем этих взглядов. Много кто является носителем этих взглядов. Другое дело, что для Кремля это абсолютно неприемлемо, поэтому на политическом уровне в России это было полностью задавлено. Не знаю, можно ли зачитать личный вопрос. Но вот много разных вопросов у нас в комментариях. Ау В спрашивает. Станислав, может быть, слишком личный вопрос, но все-таки позволяете ли вы себе иногда рюмку другую? Позволяю. Только не на работе. И еще вопрос уже в завершение. Конечно, хотелось бы узнать по поводу победы или поражения. Очень много сейчас разговоров о победе Украины, о поражении России. Но мне кажется, что нет четкого понимания и представления, как это может быть. Вот есть четкое понимание, что такое победа Украины и что такое поражение России? Да. Я считаю, что и то, и другое уже свершилось. Украина открыла для себя прекрасные возможности построить с нуля свою экономику и стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов. Россия проиграла, поскольку обрекла себя на многолетнюю изоляцию и маргинализацию. Что это означает в военном смысле, я конкретно сказать не могу. Я не утверждаю, что Украина должна обязательно выйти к границам 1991 года и что это сейчас реалистично. И я не исключаю, что какой-то вариант корейского, так называемого сценария, возможен. Но с политической, с экономической, а также с исторической точки зрения, это никак не меняет главного. Того, что победа Украины уже есть и поражение РФ уже есть. Но это не значит, что над Кремлем будет украинский флаг? Нет, это не значит. То есть не по аналогии с гитлеровской Германией? Нет, над Кремлем не будет украинского флага, во-первых, чего обозрим в будущем. И поэтому путинскому режиму придется распасться изнутри, чего он, собственно, и опасается, и о чем он постоянно говорит. Это обязательно приведет к ОТИП или? Это, скажем так, не обязательно. С точки зрения политического анализа нет. Потому что те, кто придут на смену Путина, да, они будут мириться с Западом, просто потому что у них не будет другого выхода, ибо долго жить в условиях финансовой и технологической изоляции РФ не может. Вернее, может, но это будет что-то ужасное. А это совершенно не значит, что она должна раскручивать, они будут раскручивать гайки внутри РФ. Но если абстрагироваться от этих аргументов и посмотреть с точки зрения теории исторического предопределения, а к чему все это, то я, конечно, думаю, что это к кардинальному переустройству всей системы власти на евразийском Хартленде, а значит, в общем, к переходу от иерархических структур управления к сетевым. — Но вы верите, хотя бы допускаете вариант, что Ходорковский, Навальный, прекрасная Россия в будущем, что Ходорковский въедет, если не в Кремль, то, по крайней мере, в администрацию президента, реален ли этот сценарий? — Я думаю, что все эти достойные люди могут сыграть свою роль в судьбе будущей России. Но что кто-то из них будет властью в будущей России, я не очень верю. — Ну что ж, будем следить за развитием событий. — Большое спасибо. — Спасибо вам, Станислав Белковский, был у нас сегодня в гостях. Всего доброго и до свидания. — Всего доброго, счастливо. — Спасибо.